Какой-то разовой девальвации не будет, она не просматривается, нет в этом необходимости. Никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Мы искусственно девальвировать национальную валюту под то, чтобы дать даже какой-то глоток, может и хорошо, воздуха для БелАЗа, МАЗа и так далее не будем. Секрет роста белорусской экономики раскрыт. Деньги откуда? И сегодня я покажу вам на цифрах, как достигается этот сомнительный рост. И кто за этот рост в конечном итоге платит. Также я расскажу вам, как белорусские банки зарабатывают на нас с вами, с поддержки государства. Тут меня предостерегают от откровенного на эту тему разговора, что это, мол, не понравится МВФ, там может и еще кому-то международным организациям. И почему все-таки деньги лучше хранить в валюте? Люди добрые, а вам зачем валюта? У нас за белорусские рубли покупают в магазине, одеваются в магазине и так далее и тому подобное. Если вам стало интересно, тогда смотрите этот ролик до конца. Ну а мы начинаем. Люд тронулся. Ну зачем есть мясо с картошкой? Друзья, у меня хорошая новость. Партнером нашего канала становится сеть доставки суши и пиццы «Сытый папа». Вы спросите, для чего нам нужен этот партнер? А вот для чего. Отныне за просмотр нашего ролика и комментарий под ним вы сможете получить пиццу абсолютно бесплатно. Это может быть совершенно любой комментарий. Согласны вы с содержанием ролика или он вам вообще не понравился. Главное условие – набрать за период до выхода следующего ролика наибольшее количество лайков под своим комментарием. Также не забывайте, 10% скидка и суши в подарок при любом заказе по промокоду «Общество ГОМИ». За качество отвечают. Рост экономики в первую очередь – это рост благосостояния населения, рост зарплат, рост пенсий и другие социальные блага. В прошлых роликах мы уже рассказывали вам, что фактически за последние 10 лет никакого роста ни в зарплатах, ни в пенсиях не произошло. Разумеется, в сравнениях с показателями прошлых лет в долларах США. Стало быть, и экономика страны не должна показывать какой-либо рост. Но не тут-то было. Питер, я на себя взял смелость начертить график предстоящего роста продаж. Ага, впечатлеет. А это наш чистый доход. По всем каналам трубят, как экономика, сильной и стабильно развивающейся страны показывают уверенный рост. ВВП растет, зарплаты растут, пенсии растут, разумеется, в белорусской валюте. Ну а что, мы же не в США живем. Вот и считать нужно в национальной валюте. Да, есть за прошедшие 5 лет, и в частности за 2019, существенные достижения. Обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработные платы, пенсии. Достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране. В непростых условиях на треть удалось нарастить золото-валютные резервы. И даже несколько снизить воловой внешний долг. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Сегодня я расскажу вам не на цифрах, и не на данных Белстат, а на пальцах и условных цифрах, за счет чего достигается этот рост. И вы точно будете удивлены, как умело наше государство водит нас за нос. Может о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори. А дела наши очень плохие. Представьте ситуацию. Курс в стране на иностранную валюту 1 к 2. Я здесь специально не говорю про доллар США, так как хочу все максимально просто разложить на пальцах. Бомбарбе. Кергуну. Пусть иностранная валюта будет той валютой, за которую потом продадут произведенный товар. Не важно, что это будет. Российский рубль, евро, юань. Итак, у нас 1 к 2. Или за 2 наших рубля дают 1 иностранный. Есть государственное предприятие, ну, скажем, выпускающее машины. Машины, скажем, так себе. Но их цена пусть будет 20 тысяч белорусских рублей. Или при курсе 1 к 2 10 тысяч в иностранной валюте. За 10 тысяч можно купить в других государствах автомобиль с характеристиками и качеством на порядок лучше. А на внутреннем рынке, подавляющему количеству населения с заработной платой 300 долларов и пенсией 200 долларов, такие машины не по карману. С помощью государственной поддержки, льготных кредитов и прочего, часть машин за такие деньги покупаются в внутреннем рынке и реализуются в госпредприятиях. Конвейер запущен, автомобили делаются. Но так как внутренний рынок насыщен, завод работает на склад. И вот на складе тысячу машин, которые никто не хочет покупать, так как денег нет, но и дорого к тому же. Производители бегут к министрам и начинают плакать. Вот помогите нам продать. Мол, президент ездит в зарубежные командировки, пусть договора заключит какие-то, контракты или еще что-нибудь придумает. И государство где-то помогает. И когда оно будет загнано в тупик, приходит девальвация. Нацбанк устанавливает курс 1 к 4. За 4 наших рубля, 1 иностранный. Помните, в начале мы говорили о том, что стоимость машины составляет 20 тысяч? Машины в количестве тысяч штук уже сделаны и стоят на складе. И теперь в иностранной валюте стоимость этих машин при курсе 1 к 4 составляет не 10 тысяч, а 5. И вот тут тянутся в нашу страну зарубежные инвесторы. Скупают машины. Ведь в данном ценовом сегменте им просто нет равных. Население, видя такой скачок стоимости валюты, тоже бегит в магазин и начинает все скупать. Теперь вы понимаете, почему в масштабах государства девальвация выгодна. Девальвация национальной валюты – это благо для экономики экспортоориентированной. Все склады опустушаются. Рост экономики в национальной валюте очевиден. Опять можно водить население страны за нас. Классно, правда? Девальвация национальной валюты – это в итоге рост цен. Не состыковочка, по-моему. Поэтому обратите внимание, если склады крупных предприятий, таких как Гомсельмаш, МАЗ, БелАЗ, Атлант и других предприятий переполнены, ждите девальвации. А главное, что за это платим мы с вами. Через рост цен, услуг, сырья. Ведь потом при производстве тех же машин сырье будет покупаться в иностранной валюте. Мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах. И стоимость производства новой машины составит 40 тысяч рублей. Или те же 10 тысяч уек. Как для нашего примера. В такой ситуации вы понимаете, с валютой на руках эту девальвацию как-то легче пережить. Ваши 10 тысяч долларов при старом курсе были 20 тысяч рублей. А при новом это уже 40 тысяч. Стабильность на валютном рынке – это обязанность банковской системы во главе с Национальным банком А. А. И Б. Правительство Республики Беларусь. Теперь смотрите дальше. Слышали про то, что там Беларусь получила кредиты, там получила кредиты. Но уверен, вы никогда не задумывались, а что это за кредиты. А я вам сейчас расскажу. Те кредиты, которые выделяются в стране, они беспроцентные. Или под очень низким процентом. Это кредиты выделяются для стабилизации процессов в экономике. Или просто под какие-нибудь программы. Ну, по типу помощь молодым людям, многодетным семьям, людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии. А что делает наше государство? Оно дает через банки эти кредиты нам. Или частным предприятиям. В кредит. Думаю, государственные предприятия пользуются всегда льготой. И этот пример для них не совсем правильный. Смотрите. К слову, Всемирный банк выделил Беларуси беспроцентный кредит в 1 миллиард долларов. Для развития частного бизнеса. В Беларуси посидели, покумекали и решили. Эти деньги под видом льготного кредита выдать частным предпринимателям. По 10% годовых. Всемирная неделя предпринимательства проходит в Беларуси. Белагропромбанк на форуме презентовал новый проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Таким образом, за год 1 миллиард превращается в 1 миллиард 100 миллионов долларов. Отдав этот беспроцентный кредит, 100 миллионов долларов остается в стране. И если все выгорит, и частные предприятия все-таки смогут работать, то это и налоги, и новые рабочие места, и зарплата. В общем, государство как ни крути в плюсе. Ну а мы с вами всегда заплатим кредиты, когда возьмем их у государства. В каком-то смысле это барыжничество в чистом виде. Там взял, здесь отдал и всегда в наваре. Круто, не правда? Барыга, спекулянт. Если нужно, то и закон придумают специальный. Потенциал таможенной службы используется не в полной мере. Как это было с растаможкой авто? Это мой вопрос как несущественный, просто даже мы без обсуждения приняли решение. Налепили нам, что растаможка машин необходима для защиты внутреннего рынка, союзного государства и поддержки отечественного производителя. У нас денег навалом. А нам-то с этого что? Почему мы должны платить за растамаживание машин, которые по качеству лучше, по цене дешевле, безопаснее, красивше, чем отечественное авто? А, совсем забыл. Это же деньги, которые государство зарабатывает на нас и ложит к себе в карман. То есть заплати деньги за выезды, это будет так. Мы тебя на границе обслуживаем. 100 долларов с носа, плати и едь за границу. Надеюсь, теперь вам стало понятнее, почему у нас в стране искусственно обесценивают рубль. Откуда такое количество банков? И почему деньги лучше хранить в стабильной валюте? Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите своим комментариям. Не забывайте про наш телеграм. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...